Добрый день! Добрый день, Анатолий Эдон. Добрый день, радиослушатели. Time is flying. Время летит. Обычно мы говорим о событиях прошлого, пришедших столетия назад. Но совсем недавно, менее 30 лет, то, что произошло в Москве в августе 1991 года, уже кажется глубокой историей. А ведь многие из вас, если не были участниками тех событий, то были ее свидетелями. Слово «история» впервые использовал греческий автор Геродот, живший в V веке до н.э. Он написал книгу под таким названием, описывающую события в Древней Греции, Египте, Малой Азии, где главный герой — король Лидии Кросс, греческий законодатель Салон, король Персий Кир, его двоюродный брат Дарий, король Спарты Леонид. Великий римский оратор Цицерон присвоил ему титул «Отец истории». Жалко, что он жил в глубокой древности. Жил бы он сейчас, мы знали бы больше о августе 1991 года, ибо остается много темных пятен. На протяжении долгого времени развития цивилизации существуют редкие, сверхзаряженные моменты, когда ошеломляющая скорость событий сотрясает фундаменты нации или империи навсегда, изменяя политический ландшафт, и ряд последующих толчков радируют наружу, изменяя судьбу всего мира. Стефан Свейк написал о таких моментах историю книгу, назвав ее «Звездные часы человечества». Бесспорно, такие часы есть, были и будут. Все ли они звездные? Вот в чем вопрос. 20-е столетие свидетельствовало о некоторых таких моментах. Большевистский переворот 1917 года, приход Гитлера к власти. Кстати, через 4 дня история отметит 80 лет с начала Второй мировой войны. Холодная война, падение Берлинской стены, освоение человеком космоса, ядерное оружие и создание интернета. Одно вот из таких судьбоносных событий и произошло в Москве на третьей неделе августа 1991 года. Эта неделя означала пик Второй русской революции, начатой под названием «Гласности перестройка» Михаилом Горбачевым в 1985 году. Лидер всесильной коммунистической партии был сметен влиятельными силами демократического популизма, национализма, которые он без своего намерения выпустил из бутылки. Эта неделя августа вошла в историю по аналогии с известной книгой Джана Рида о большевистском перевороте 1917 года. Помните, тогда книга называлась «Десять дней, которые потрясли мир». Ну, а сейчас, вот в августе 1991 года, это было семь дней, которые потрясли мир. В эти вулканические дни зарождалась демократия в хаосе рухнувшего деспотизма советского государства, а затем начался демонтаж Советского Союза, лидера мирового коммунизма. Вся 70-летняя эпоха насилия, лжи, репрессий, милитаризации, преследования инакомыслящих, установления коммунистических режимов потребовала такой большой крови, такого немыслимого количества человеческих жертв, вся эта система рухнула в одночастие. Ни коммунисты, ни КГБ, ни армия не смогли смази сгнившихся режимов. С одной стороны, вся машина насилия, с другой пробудившийся народ, и он победил. Ирония тех дней заключалась в том, что именно защитники старого порядка, высшая кремлевская элита, испровоцировали это судьбоносное противостояние. Они подписали себе приговор, начав самоубийственный государственный переворот. История повторяет себя. Один раз как трагедия, это был 17-й год, второй раз фарс, это уже был 91-й. Прошло только 75 лет. И если в 17-м году во время переворота большевики использовали ярость голодающих масс населения и усталость солдат от бессмысленной кровавой бойни, то в 91-м году портаппаратчики пошли наперекор настроению народных масс. Жаждущие и требующие перемен, люди хотели перемен. И вот заговор августа 91-го года был отчаянной, последней попыткой высшего партаппарата спасти себя, спасти свое благополучие, восстановить авторитарную коммунистическую систему. А ведь спасать было что? Кремлевские дачи, пайки, поликлиники и, самое главное, власть, неограниченная власть партаппарата. Никто из заговорщиков даже не предполагал, какие глубокие изменения произошли в сознании людей за годы перестройки и гласности. Они по привычке думали, что достаточно везти на улице Москвы танки, и все разбегутся. Заговор произошел слишком поздно. Люди перестали бояться. А советская машина карательных репрессий потеряла зубы. До Горбачевской перестройки все было просто. Малейшее недовольствие, тут сразу статья, антисоветская агитация и пропаганда. Прочел мне эту книгу, получи три года. Изучаешь дома еврейский язык, тоже три. Протестуешь, диссидент, получи пять, а то и больше. В прошлой передаче я вам говорил о ученом. Это был мой знакомый Вячеслав Кондорович Зайцев. Он член-корреспондент Академии наук. Он интересовался вопросами внеземных цивилизаций. Эзотерикой, восточными религиями. Ну, казалось бы, абсолютно далек от всех политических событий, от антикакой-то советской агитации или чего-то. Да, он действительно общался с группой немецких киношников, которые готовили документальный фильм. Казалось бы, его интерес к внеземным цивилизациям вообще не имеет никакого отношения к советской власти. Но это только казалось. Несколько раз КГБ устраивало в его квартире обыск и изымало журналы, книги. Так рождался протест. Так рождалось невосприятие такой власти. Когда вот в Москве две недели тому назад молодежь вышла на улицу с протестом о недопущении оппозиционных кандидатов на московские выборы, тут же полиция, национальная гвардия жестоко избила дубинками молодых ребят, сдержали более тысячи человек. Власть сама настраивает людей против себя, нарушая элементарное право, право людей на выражение собственного мнения. Тогда в 90-е... Кстати, Национальная гвардия вознаграждена за поведение двухнедельной давности. Вчера объявлено, что заработная плата в войсках Национальной гвардии повышается на 10% с 1 сентября этого года. Ну и сейчас идет набор желающих поступить в войска Национальной гвардии, обещают зарплату стартовую, тысячу долларов в месяц. Так что бьешь дубинками, получишь вознаграждение. Но тогда, в 91-м году, именно молодежь стала в первой ряды защитником демократии. Несколько человек потеряло жизнь, пытаясь остановить танки. Можете представить страх в головах заговорщиков, когда в мирный город, где ни у кого не было оружия, они вели танки, вели армию. А ведь десятки тысяч московского КГБ и полиции, разве это было недостаточно? Но страх – первый признак неустойчивости власти. Именно страх. Конечно, больше дубинок, больше отъезжающих. Ведь в прошлом году из России уехало порядка 60 тысяч молодых ребят. Они уехали на Запад, и в первую очередь их выгоняет из России и страх перед полицией. И самое главное – невозможность. У них очень много талантливых идей, которые можно было бы осуществить. Но там, благодаря властям, благодаря бесконечным запретам, благодаря рэкету, практически молодой человек не может реализовать себя. Вот он и уезжает. А ведь если такие талантливые ребята уезжают, то кто останется в лавочке Путина, если уедет все самое лучшее? Очевидно, здоровые ребята из Национальной гвардии ОМОНа, или, например, байкеры, это хирурга его Златостонова. Вы помните, совсем недавно Путин был в Крыму, вот он с этими байкерами и проехал на мотоцикле. Эти ребята разъезжают, их 5000 человек в этом клубе находятся, они разъезжают по всей стране, проповедуя про патриотизм и требуя, значит, захвата Украины. Но вот эти ребята, вот эти байкеры, вот эти ОМОНовцы, вот эти национальные гвардейцы, они не построят современную Россию. Ее могли бы построить те, кто уезжает. В августе 1991 года народ решил сопротивляться не только в Москве, но и в других городах России. Были многочисленные случаи отказа воинских частей и отдельных подразделений КГБ подчиняться приказам хунты. Президент Российской Федерации Ельцин возглавил сопротивление. В Москве начали строить баррикады. По истечении пяти суток заговорщики отступили, будучи не в состоянии собрать необходимые силы для подавления народных масс. Поставить москвичей на колени не удалось. Конечно, когда смотришь на прошедшие события издалека, спустя почти 30 лет, они кажутся как смелое сопротивление демократических сил силам зла в лице хунты. В реальности, как и все события, это была мозаика, состоящая из тысяч разных людей, разных решений, разного поведения. Чаша весов могла заколебаться и в другую сторону, но всегда в критические моменты истории появляется какая-то сила извне, которая и вершит историю. Богоборческий, атеистический период истории России закончился в августе 91-го года. 70 лет правления большевиков, 30 тысяч расстрелянных священников, десятки тысяч разрушенных церквей. Будущие историки всегда будут удивляться тот факт, тому факту, как быстро пришел конец коммунизму, как быстро пришел конец тому, что, как утверждали коммунисты, будет навечно, навсегда, и эти идеи коммунизма завоюют все человечество. Мгновенно карточный домик рассыпался. 70 лет коммунизм душил личность, лишал человека права принятия решений и личной ответственности. Формировали нового человека, получился совок, но подавить в человеке личность не удалось. Безликие, безропотные, загнанные в очереди совки взбунтовались и пошли на баррикады. Не хотелось совку возвращаться ни в социалистическое прошлое, ни в светлое будущее. Эти дни выдвинули десятки людей, проявивших весь набор лучших качеств человека. Мужество, убежденность, решительность. Это был командующий военно-воздушными силами Советского Союза маршал Евгений Шапошников, позвонивший председателю КГБ Куричкову и сказавши, что он прикажет бомбить здание КГБ на Лубянке, если КГБ применит против Ельцина и будет использовать силу. Командир элитного спецназа КГБ Альфа отказался выполнять команды о штурме Белого дома, где находилось правительство России. Валентин Лазуркин, директор ведущего телевизионного канала, отказался выполнять распоряжение хунты о ведении цензуры. Вместо этого на экранах телевизора появился портрет Ельцина и его призыв к оказанию сопротивления. Комендант Дачи Горбачева в Форосе предупредил его о готовящемся аресте. Александр Яковлев, один из ведущих либеральных архитекторов перестройки, тоже был на баррикадах. Крушение заговора быстро привело к подавлению всех основ старого режима. Символом коммунистического режима были тысячи статуй Ленина. Они стояли в каждой деревушке, в каждом населенном пункте. И все это полетело вниз, как и огромная фигура основателя секретной полиции Феликса Дежинского. Заговорщики были арестованы. Среди них Олег Бакланов, заместитель председателя Совета обороны, Валерий Болдин, начальник канцелярии Горбачева, секретарь ЦК, бывший главный редактор «Правды», Владимир Курычков, председатель КГБ, один из самых главных активистов, активных участников заговора, Анатолий Лукьянов, председатель Верховного Совета СССР, Валентин Павлов, премьер-министр, самый трусливый, сразу же ударившийся с запой, Юрий Плеханов, тоже главная фигура среди путчистов, он командовал знаменитым девятым управлением КГБ, которое ведало охраной высших руководителей страны, Борис Пуг, министр внутренних дел, покончил жизнь самоубийством, был же там и Тизяков из военно-промышленного комплекса, Геннадий Янанов, это вице-президент старшевременно исполняющий обязан президента, человек, который запомнили все советские люди, когда он появился на экране и читал распоряжение этой хунты стрясущимися, то ли от страха руками, то ли от алкоголя, но это, конечно, было зрелище незабываемое. Дмитрий Язов, министр обороны, запомнившись на... он заменил на этом посту, если вы помните, до него был маршер Сергей Соколов, который был снят с поста в 87-м году, когда на Кремлевской площади приземлился маленький самолет, пилотированный молодым немецким летчиком Рустом, которому пришла в голову бредовая идея посадить самолет в центре Москвы. Я хочу напомнить вам два имени, погибших во время пучи, сейчас уже их имена забыты, это Дмитрий Комар, первая жертва, ему было 23 года, вторым был Владимир Исов, 37 лет, забравшийся на бронетранспортер, он был убит выстрелом в голову, затем водитель бронетранспортера начал движение назад и раздавил его. Целая цепь событий предшествовала августа 1991 года, и начались они месяцы и даже годы до этого. Переворот не был громом с ясного неба. Корни падения коммунизма уходят намного глубже. После смерти Сталина, этого великого учителя, этого мудрейшего из мудрейших, этого жилого бога на земле, Хрущев в феврале 1956 года на 20 съезде партии сверх умершего диктатора, объявив открыто о многих его преступлениях и о преступлениях сталинизма, о гулагах, о массовых репрессиях, Хрущев только приоткрыл дверь, но идеи демократии, идеи свободы, продолжались жить и во времена Брежнева среди небольшой группы демократической интеллигенции диссидентов. Даже внутри верхушки партии имелись разногласия между группой неофталинистов и партапаратчиков, желавших проведения реформ. После смерти Брежнева, краткий период ожидавшихся реформ времен Андропова и сразу два шага назад при Черненко. Горбачев пришел к Ларси в марте 1985 года и через два года запустил механизм либеризации. Он попробовал либеризировать или как-то усовершенствовать систему настолько жесткую, настолько не поддающуюся никаких реформах. Вот Горбачев назвал эти реформы, свои реформы, он их назвал перестройкой гласности. Здесь и начал качаться механизм его управления от желания разрушить структуру сталинизма до модернизации советской экономики и мобилизации энергии народных масс. Проблема Горбачевской гласности заключалась в том, что он сразу открыл двери двум огромным сетям, которые были не в состоянии контролировать, которые он был не в состоянии контролировать. Это популистический популизм, революция, требующая подлинных демократических изменений и также демонтировать сталинскую структуру советского государства. Но он открыл дверь еще более разрушительной силе. Это национализм, это национальное чувство республик, зревшихся в каждой из них и желавших избавиться от жесткого контроля Москвы. И все время основная масса вот этих ведь если вы пройдете по тем советским лагерям, то основная масса политзаключенных это были украинские националисты. так что Горбачев оказался между Молотом и Наковани. Чем больше его реформы приобретали размах, тем больше падал его авторитет, его власть. Партаппарат понимал одно, реформы Горбачева ослабляют неограниченную власть коммунистической партии и они решили саботировать любые серьезные реформы. Ирония заключается в том, что Горбачев в силу целого ряда причин оказался неспособным выбрать одну из сторон. Он метался, пытаясь найти какой-то компромисс и это привело к путчу августа 1991 года. За 10 месяцев до переворота зигзаги в политике Горбачева стали еще больше. Это была зима 1991 года. Сначала Горбачев принту к верхушке армии КГБ и Министерства внутренних дел, когда полилась кровь преподавления народного представительства Прибалтики и Грузии. Тогда же произошел и политическая чистка центрального телевидения. Но эта политика и тактика потерпела поражение. Ельцин, балтийские кавказские националисты, бастующие шахтеры, массовые демонстрации в Москве и Ленинграде таков был ответ. Снова Горбачев качнул, он качнул маятник в другую сторону, он заключил союз с Ельцином, он начал разработку нового союзного договора, пытаясь найти компромисс между реформатами, реформаторами и националистами. реформа Горбачева вот этот шаг и вызвал раздражение старой партийной гвардии, которые пытались лишить его власти с помощью так называемого конституционного переворота. Премьер-министр Павлов, министр обороны Язов, глава КГБ Кручков и министр внутренних дел Борис Пуга предложили, чтобы Верховный Совет Союза передал большую часть, передал легально большую часть власти и полномочий от президента Горбачева, премьер-министру Павлову. В последнюю минуту Горбачев сумел получить поддержку большинства голосов депутатов, но он не сделал ничего, чтобы убрать нелояльных к нему влиятельных министров. В июле Александр Яковлев призвал Горбачева уволить тех, кто саботирует реформы. Значит, я обращаюсь к вам, говорил Яковлев Горбачев в течение трехчасового разговора, нужно срочно разгребать эту грязь, окружающую вас. Вы преувеличиваете, ответил Горбачев. Его нерешительность и привела к тому, что через месяц те, те же люди, которые стояли во главе конституционного путча, стали центром августовского переворота. Яковлев точно предсказал начало путча. Финальным детонатором стало согласие Горбачева присоединиться к Ельцину и главам девяти союзных республик подписать новый союзный договор 20 августа, по которому значительная часть полномочий центра передавалась республикам, которые смогли бы осуществлять контроль над своей экономикой, над внутренней политикой и получали право выхода из Советского Союза. Этот договор резко ослабил бы власть Кремля. Но партийная верхушка решила иначе. Объявив по телевизору о создании комитета чрезвычайного положения в составе восьми человек, заговорщики нарисовали мрачный сценарий, играя на страхе народа, что реформы вышли из-под контроля, экономика находится в хаосе, демократия это синоним анархии, советская власть распадается. И страна находится на пороге гражданской войны. Смертельная опасность зависла над нашим отечеством. Прикрываясь лозунгами свободы, экстремисты взяли курсы разрушения Советского Союза и ставят своей целью любой ценой захватить власть. Каждый гражданин чувствует растущую неуверенность в завтрашнем дне и глубокое беспокойство за будущее своих детей, говорилось в обращении хунты. Зная резкое снижение популярности Горбачева, заговорщики хотели показать себя как защитники порядка, как защитники стабильности и национального единства. Они рассчитывали не только на танки, но и выработанное столетиями чувство простых русских людей, всегда предпочитавших порядок анархической неопределенности, свободы. После провала пути возникла упрощенная трактовка событий, объясняющая неудачу, что участники заговора были некомпетентными пьяницами, которые пренебрегли элементарными действиями, которые могли бы обеспечить им успех. Конечно, это далеко от истины. Каждый из участников заговора имел огромный опыт работы в портапарате и верхушках советской власти, но многие их действия действительно поражают. Зачем и для кого они заказали 250 тысяч пар наручников и 300 тысяч бланков для ареста. 250 тысяч пар наручников. Сколько они собирались людей арестовать? Зачем они установили в окрестностях Москвы несколько контрастационных лагерей для содержания арестованных лиц? Вот это типичный пример планирования портапаратчиков. Неужели они всерьез думали арестовать десятки, а то и сотни тысяч человек, сотни тысяч простых москвичей? Но если они планировали, если они заказали 250 тысяч наручников, значит они так думали? Не было среди них и яркого, сильного, харизматического лидера, способного на быстрое эффективное решение. комитет из восьми человек бесконечно спорил между собой о тактике и стратегии переворота. Нужно ли использовать вооруженные силы, нужно ли использовать танки? Все же это были не сталинские времена, и страх пролить много крови, страх новой гражданской войны давлел над ними. Они готовили путь, но провели его как-то быстро, в спешке, неорганизованно. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, а затем после перерыва продолжим. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Яна Йоффа «Странички историй». Как обычно, во втором сегменте своей программы Ян с удовольствием примет ваши звонки, выслушает ваше мнение, если оно достаточно коротко и лаконично, звоните, пожалуйста, номер телефона в студии 847-400-5200. Ну, а пока народ набирает телефон, номер телефона Ян, прошу вас Давайте продолжим. Конечно, приказы о перевороте и слизком все это произошло в большой спешке. Например, танковые колонны начали движение на Москву за три всего лишь часа перед тем, как они выступили по телевидению. Но ведь главное, не в этом же дело было, а было дело в том, что начиная с 1985-го года в советском обществе произошли глубокие фундаментальные изменения перестройка газет и всякие журналы, телевидения обсуждали все пороки коммунистической системы, и люди в виде пустые полки магазинов хотели перемен. они устали от престарелых партийных маразматиков, умиравших один за другим и все же судорожно цеплявшихся за власть. Люди потеряли страх, а именно он и был главным стержнем советской системы, страх, унаследован от сталинских времен, страх перед местным начальством, перед КГБ, перед продажной судебной системой, перед милицией, этих перемен происшедших внутри советского общества заговорщики не учли, как и не учли силы оппозиции, и столкнувшись с ними заговорщики попятились назад. Ян, если позволите, у нас линии горят, давайте попробуем принять звонок. Конечно. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кто привел Путина к власти Собчаком и каком части, так сказать, элиты советского общества он представлял? И последний вопрос. Какая политическая система сейчас в России? Спасибо большое. Спасибо. Ну, насчет первого вопроса, конечно, вы прекрасно все знаете. Ельцин официально объявил по телевизору населению России, что он уходит в отставку и рекомендует там уже потом состоялись выборы президента России, но Ельцин порекомендовал своего преемника Владимир Владимировича Путина. Перед этим он его назначил главным, там он занимал ряд правительственных должностей, включая пост премьер-министра. А вот на второй вопрос, какая политическая система существует в современной России, вопрос немножко сложнее. с точки зрения политической системы, Россия современно является авторитарным государством, несмотря на наличие демократических институтов, таких как Дума, формально существует и свобода прессы, особенно вы это можете хорошо увидеть на интернете, где существуют десятки независимых блогеров, каналов, мнения, но в принципе это жесткая построенная по вертикали система авторитарного правления президента страны Путина и ему подчиняется абсолютно все, он каждый день принимает губернаторов, он каждый день на что-то народу говорит, обещает и так далее, и так далее, лучшую жизнь, но к сожалению пока результатов особенно вот последние годы не видно, уровень населения жизни упал приблизительно на 8% за последние 10 лет, но кроме обещаний пока ничего нету. Ян, спасибо большое, давайте у нас есть следующий радиослушатель на линии, добрый день, вы в эфире. Добрый день, многие из нас свидетели этого переворота, которые приехали сюда чуть позже, разговор не обладят, разговор вот о чем, каждый из запасов, членов ГКЧП и все, кто был к нему приближен, сказали о том, что президент страны Горбачев был в курсе этого переворота и в общем-то как бы дал ему добро. Они ездили к нему на дачу, когда он ехал на дачу, они ездили к нему на дачу, где-то вот это там. Так вот вопрос, если он был в курсе, как это отразилось в общем-то на этом всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Да, спасибо. Хороший вопрос. Вы действительно, сейчас, когда вы читаете десятки книг, сотни всяких документальных фильмов и прочее, действительно, ведь все участники этого путча были арестованы. И там, судя, когда они сидели еще в... Потом их, конечно, амнистировали, выпустили, они начали активно писать мемуары. Там, Крючков даже два тома написал, главный КГБшник страны. Вот. И все они это валят на Горбачева. Да, это с его согласия, это он сам не хотел и прочее. Я, я лично могу высказать только свое мнение. Я считаю, что вот эти все мерзавцы, которые организовали этот переворот, конечно, им надо... Зачем же их на себя-то? Ведь они же организовали государственный переворот. Причем лживый. Они же объявили по всему телевидению, если вы помните, первые кадры, что Горбачев тяжело заболел на своей, поэтому он не может исполнять. А он же не заболел, он приказал. Он был здоров, они просто отрезали его дачу в Форусе от внешнего мира, перерезали все телефоны и другие коммуникации. Короче, заговорщики, они остались заговорщиками. Как они были трусливые, с трясущими руками, так и они остались такими. Не все такие, конечно. Там все было. Там были неисполнения армии, ведь, конечно, у Ельцина оказались друзья Павел Грачев, который ввел танки, приказал таманской танковой дивизии войти в Москву, защищать ее. Там все было, там огромный многослой. Но то, что они врут в отношении Горбачева, и то, что сейчас Горбачев вот эта в современной России вся эта пресса травит и травит, что он предатель, что он разрушил Советский Союз, Горбачев все равно войдет в историю как величайшая личность, как человек, который и воссоединил Германию, и который вывел 600-тысячную группировку советских войск из зосточной Европы. И Горбачев вывел Я же вам сказал, человек тоже живой человек, он не хотел разрушать ни Советский Союз, ни Советскую систему. Может быть, во многом он герой, как говорят, не по собственной воле. Но то, что эта личность, величайшая личность в истории 20-го века, не сомненно. Да, действительно, вот как со временем, когда, может быть, и Путин уйдет, и, может быть, немножко поменяется строй понятия в России, как все-таки будут оценивать действия Горбачева. И это, конечно, очень интересно. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Я бы хотел узнать ваше мнение. Я считаю, что Россия без авторитарной власти типа Ивана Грозного существовать не может. Спасибо. Спасибо. Ну, конечно, действительно, вся история России со времен Ивана Грозного, она держится на трех столпах и трех таких основных идей. Это царь. Он может разной дознанностью занимать генерального секретаря партии или быть величайшим учителем всех времен и народов, как Сталин. Это такой сверхстержень, это царь. Должен быть царь. Он, значит, основа всего. Вторая часть исторической России это православие. Сегодня буквально каждую неделю строится новая церковь. Их уже построены десятки тысяч. Идея православия, которая сегодня все кремлевское руководство во главе с Путиным ходит в церковь, они там молятся, они все, короче, возрождают такие традиционные исторические столпы русского национального самосознания. Царь, православие, армия. Армия это все, потому что вокруг армии, помните, Александр Третий сказал, у России нет ни врагов, ни союзников. Единственный союзник России это ее армия. Армия по-прежнему, и вот то, что вы сейчас видите, элементы, как это все происходит, как по каждому случаю с неба летают самолеты, показываются выставки оружия, идут новые системы, показывают, которые уничтожат Америку за две минуты, и все такое, такое. Это все входит в общую такую доктрину современной России. И насчет экономической системы, в России есть капитализм, но это не тот капитализм, и не та рыночная экономика, которую вы видите на Западе. Может быть современнее, может для такого развития экономики. Сегодня там явно олигархическая система, когда в силу обстоятельств, после подавления переворота, когда страну разворовала группа, буквально как всегда, если это была революция в 91-м году, победа Ельцина и его друзей, то после плодами революции всегда пользуются мерзавцы. Вот они как выскочили из бутылки, разворовали Россию буквально за копейки. Сегодня там где-то более сотни миллиардеров, несколько сотен тысяч миллионеров, им принадлежит 290% всего национального богатства России. Вот так произошло, вот так такой вход истории. Да, давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Когда Путин пришел к власти, Собчак уже умер, он у него учился, это Березовский его привел к власти, к Ельцину, а не Собчак. Он просто учился в Ленинграде у Собчака. Но Собчак уже к тому времени умер, или его убили, там тоже непонятно что. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, господа. Я вам большое спасибо. Снимаю шляпу перед вашими всеми передателями. Вы заставляете, именно заставляете людей в нашей суете задуматься и иначе посмотреть на все. Теперь о Горбачеве. Горбачев действительно великий преобразователь. Да, он воспитанник той школы. Он даже себе представить не мог, как поведут себя люди. Он же считал по наитию, что если людям разрешить, то они же не хотят зла самим себе. Оказывается, все совсем наоборот. И все его преобразования были правильные. Только и того, все остальное сделали сами люди. Ведь никто их не заставлял делать то, что они сделали, разворовывать страну. Но этой стране больше нравятся Путины, которые сами воруют и говорят воруйте, но воруйте так, чтобы у нас вы ничего не забирали и чтобы нам осталось. Вот именно такие правители стране нравятся. Смею вас уверить, что Горбачев в истории войдет как личность, а Путин войдет в историю. Как КГБшник, собравший вокруг себя панду. И больше ничего. Спасибо большое. Спасибо. Прошу вас, Ян. Да, конечно, вы понимаете, что так вот, наверное, устроена история, так уже устроена человеческая цивилизация. Мы всегда можем трактовать одно и то же событие с разных точек зрения. И вот где же все найти истину? Я с вами полностью согласен. Вот пусть еще 20 лет пройдет, пусть 50. Все равно имя Горбачева, ведь с именем Горбачева связано падение коммунизма. Я не буду ставить разницу, это неправильно, когда люди ставят коммунизм и фашизм, это одно и то же. Ничего подобного. Но это была жуткая, кровавая, чудовищная система, подавляющая, ну, как говорят, основу основ человека как такового в условиях репрессии. Вот. И эта система, Горбачев способствовал вольно или невольно, он хотел ее преобразование, он хотел, помните, как Прага, как Дубчик, социализм с человеческим лицом. Но социализм с человеческим лицом не бывает, его нет. Вы поедете в Северную Корею, вы поедете на Кубу. Вот. Это наши нынешние преобразователи, всякие сенаторы, Сандерсы, сенаторы, Вороны, они сейчас рвутся построить в Америке социализм. Но опыт человечества говорит, что социализма не бывает, он быстро переживается в жестокую, кровавую, подавляющую человека систему, которую мы с вами хорошо знаем. И вот Горбачево имя всегда будет вписано в историю 20 века, как человека, который помог забить осиновый кол в эту чудовищную систему. Вы почитать, не буду я вам сейчас рассказывать, но если бы вы имели доступ, например, есть черная книга преступлений коммунизма. Это же просто, вы же все это знаете, и без этого. Но нынешнее, вот сейчас, если возьмете нынешнее поколение современных русских историков, или официальную идеологию современной России, они больше, опять, опять, опять у них Сталин выдвигается на первое место в истории, как вечный преобразователь, как основатель великой Советской империи. Для России, я не знаю, ее или подсознание, или что, вот поэтому так Путин это использует, что все время русскому народу не хватает земли. Вот у них самое большое государство в мире, но они все время и хватают, и пытаются отхватить там, и там, и там, и там, и одновременно говорят, что мы? Да мы же никогда в жизни, да мы ни на кого никогда не трогали, не нападали. Кто там взял Среднюю Азию? Это мы, а кто захватил Корею, потом столкнулся с Японией и так далее. Вот это национальное чувство, они хорошо обыграют, они это хорошо знают, они знают, что русские любят свою страну, любят свою родину, используя вот этот патриотизм. Но именно патриотизм настоящий основан на любви к своей стране, а не к ненависти к другим. А в России сегодня наслаждается ненависть к Америке, ненависть к Западу. И я вам скажу, как та система коммунистическая основанная на лжи рухнула, потому что ложь это самое страшное. Еще у Захарии, пророк Захарии сказано, человек, говори правду. Вот, что Богу угодно говорит. И сейчас нынешняя новая система опять построена на лжи. Как долго она просуществует, я не знаю. Желаю вам всего хорошего, всего доброго, и может быть в следующий раз поговорим как раз исполняется 80 лет дня начала Второй мировой войны. Как все же это все началось. Всего вам доброго. Спасибо огромное. Будьте здоровы, Ян, обязательно до следующего раза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok